Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я решила записать это видео, пока везу платье красивенно, в котором я вчера снималась в финальном эпизоде реалити-шоу, которое скоро выйдет на каналы. И, по идее, это видео должно появиться после того, когда выйдет это реалити-шоу, но я не имею права сейчас не говорить ни какое-то реалити-ничего, вы можете, кстати, угадать и написать, что это могло бы быть. Но пока мои эмоции свежие, конечно же, мне хочется с вами поделиться, потому что съемка у меня закончилась уже финалочка полвторого ночи, и стало сегодня всем утра, бодрая и весела. Я хочу вам сказать некие инсайты, которые меня посетили, может быть, даже не столько инсайты, сколько интересные наблюдения за людьми, потому что реалити-это, конечно, погружение тебя в среду других людей, которых не ты себе выбираешь, и которые вот у тебя оказываются рядом, и, конечно же, это лично для меня страшный выход из зоны комфорта, прежде всего потому, что другие люди, возможно, те, с которыми бы ты не общался в жизни, вдруг попадают в твою жизнь, становятся на какой-то непродолжительный период времени ее частью, и, самое главное, начинают в ней ковыряться. Ковыряться в твоей жизни, давать оценку твоей жизни, ты, безусловно, вынужден давать оценку жизни. И, конечно, со стороны это будет все очень интересно посмотреть, но если говорить о моих эмоциях и ощущениях от того, что происходило, то были очень интересные наблюдения. Ну, наблюдение номер один, ключевое, это то, что почему-то люди боятся давать какую-то справедливую оценку жизни другого человека. Ну, то есть, если нам, мы видим, что что-то в жизни другого человека хорошо, мы боимся сказать, что это хорошо. И на моем примере это в реалити будет очень сильно видно, это будет очень забавно, потому что в некоторых позициях меня там оценивали как ноль, и это было очень прикольно, учитывая, какие люди это делали. И мне вот все время, я задаю себе этот вопрос, почему в нас это есть, почему мы не можем признавать, что у кого-то есть его жизнь, и она прикольная, и мы не можем ее оценивать с его позиции. Ну, например, если брать, например, и сравнивать, к примеру, две машины, там, Жигуль, пусть даже не Жигуль, пусть просто там обычную какую-то маленькую старенькую там Тойоту и новые Порш, то, конечно, их нельзя сравнивать между собой, но их можно сравнивать как машину своего класса, своего уровня, и как там машину, в которой вы сейчас находитесь. Например, как эта машина сама по отношению к себе, как она там сохранилась, насколько за ней ухаживают, насколько эта машина подходит этому хозяину, к его образу жизни, к его уровню заработка, к его умышлению и так далее, и так далее. И я поняла, что люди, у которых вот мало, меньше, они совершенно не могут нормально воспринимать чужие жизни. Они их обнуляют, и все время, вместо того, чтобы каким-то образом вырасти, взять у вас какую-то возможность там от этого общения, эти люди пытаются почему-то тебя постоянно унизить и доказать тебе же, твою же несостоятельность. И на этом фоне возвысится. И это уже как бы, ну, много раз я об этом слышала, наверное, попадала в такие ситуации, но в данный момент я попала в эту ситуацию конкретненько. И поняла, конечно, что жестенько, жестенько. Второй момент, который я очень четко осознала, это то, что среда определяет. Потому что, когда ты попадаешь в такую среду, где люди сражаются, где людям нужно доказывать, ты в какой-то момент, каким бы супер-классным ты ни был, в тебе включаются тоже гадкие качества. Ты начинаешь сражаться, ты тоже где-то начинаешь визжать, кричать, у тебя где-то срывают башню, ты где-то... То есть среда определяет. Почему я очень часто говорю, что важно, чтобы ваша среда была экологичная, комфортная, классная. Окружайте себя людьми, у которых другие мысли. Потому что, попадая в окружение людей, у которых мысли мелкие, которые все время находят какие-то пятна на солнце, к чему придраться, вы волей-неволей начинаете мыслить на этом же уровне и жить этой же жизнью. И все у вас схлопывается моментально. Это такая очень удивительная штука, которая еще раз показала мне, что нужно бежать и стремиться себя окунать в другие вещи. Третье, что я осознала для себя, это то, что, конечно, выход из зоны комфорта – это крутая вещь. То есть для меня это, наверное, было максимально дискомфортное состояние вот этого участия в этом проекте за очень многое время. Я даже не ожидала, что мне будет так сильно плохо. Я увидела, как сильно я реагирую, например, на то, когда начинают разбирать моих детей, когда начинают давать оценку моим действиям. Конечно, кто-то скажет, ох, великую Ермилу вы стали критиковать. Конечно. Но вы знаете, наверное, все-таки в меру того, что я, несмотря на свою жесткость, несмотря на многие свои очень специфические качества для обычных людей, я все-таки человек с ранимой душой и все-таки человек, который не может так прийти в чужую жизнь и как бы откровенненько в нее насрать, сказав, что все в вашей жизни говно, даже если я, например, так считаю, опять-таки, по своей собственной шкале. Потому что оценивать что-либо по своей собственной шкале, вы же понимаете, что тут есть два положения лично в моей жизни. В одной позиции я полная королева, если я себя там оцениваю с теми, кто в чем-то ниже. И в другой позиции я полная говно, потому что есть миллиарды людей, ну, может быть, миллионы, которые однозначно круче. Где-то в финансовом, где-то во внешности, где-то в отношениях, где-то в самореализации. То есть однозначно. Поэтому всегда моя шкала, я стараюсь как бы, если уж так вот складывается, что мне было необходимо в рамках шоу оценивать чужую жизнь, то как бы оценивать ее в рамках вот этой жизни и этого человека, но не в рамках типа себя, потому что, повторюсь, сравнивать с собой очень сложно. В общем, я поняла для себя, что реалити – это прикольная вещь, но в ней реально можно сойти с ума. То есть когда нам показывали всякие шоу а-ля за стеклом, и мы видели, как у людей ехала крыша, она у них ехала не просто так. Я увидела, что в жизни каждого человека есть огромное количество всяких приколов, которые, на первый взгляд, никому из нас, естественно, не видны. И поняла, что, наверное, заглядывать в чужие жизни крайне опасно и действительно нужно работать над своей. Одна из сцен у меня была сцена с психологом, где я общалась. Очень часто это в проектах используется. Я поняла, что, в принципе, психологи не самые плохие люди. Я никогда так не считала, но мне стало еще интереснее, потому что они дают возможность все-таки подумать и посмотреть на какие-то вещи с другой стороны. Одна из штук, которую мне сказал психолог, это то, что я человек, который преуспел в том, чтобы достигать цели. То есть вот я в этом такая отличница. И он сказал мне такую интересную штуку, что я вышла на новый уровень, вышла из жизни не потому, что у меня были цели туда попасть, а потому, что я страшно хотела убежать. И продолжаю это делать. И я действительно поняла, что я уже давно поняла, что я бегу постоянно. И я вам скажу честно, это такое состояние, знаете, очень двойственное. Потому что, с одной стороны, это типа классно, мне действительно нравится. С другой стороны, я иногда чувствую, как у меня одолевает паника, что я не могу остановиться, потому что тот образ жизни, который мы выбрали с моим мужем, может быть, я выбрала. Все то, что мне нравится, все то, что для меня, как для человека, для женщины, для личности хорошо, дорого, и с материальным это явно связано, я могу на сегодняшний день все это иметь только если я бегу. Потому что, когда я перестаю бежать, ничего не происходит. И, естественно, становиться очень страшным. И это, конечно, для меня большой вопросик. Возможно, кто-то тут смотрит меня из таких людей с психологическим прошлым, будущим или настоящим, и вы можете мне в этом что-то подсказать или посоветовать. Напишите мне в личку. Я вам буду благодарна за это. Я готова вас послушать. Потому что я пока не понимаю, как это сделать. Я увидела в этом проекте то, что я, в отличие от некоторых своих героинь, умею дружить, умею поддерживать и умею радоваться за других людей. Что было для меня не то, чтобы открытием, нет, но это подтвердилось в искренности моих ощущений. Потому что ощущения, знаете, можно говорить, сделать лицо, чего угодно, но думать совсем по-другому. Меня крайне это порадовало, потому что все-таки в себе раскапываются какие-то такие новые штуки. И вообще я поняла, что для меня на сегодняшний день в моих ценностях базовых ценности отношения крайне важны. Ценность умения выстраивать отношения. И опять-таки, несмотря на весь свой непростой характер, мягенький, вернее, не мягенький, да, мягко говоря, я чувствую своих людей, и свои люди чувствуют меня. И у нас достаточно быстро выстраиваются весьма прочные нейронные связи, которые нам и помогают. Поняла, что очень полезно все-таки вылазить из зоны комфорта и куда-то заходить. Для того, чтобы находить себя прежде всего. Не для того, чтобы сравнивать себя с другими и понимать, что у тебя еще все хорошо. Не для того, чтобы залазить и обсуждать кого-то другого, обмывая ему косточки. Нет. Для того, чтобы обнаруживать в себе какие-то такие штуки, которые тебя реально цепляют. Не «ты думаешь, что они тебя цепляют», а «ты реально видишь, что они тебя цепляют». для того, чтобы находить в себе позитивные, положительные качества и класть их в копилочку своего внутреннего успеха, когда ты понимаешь, что ты молодец. И нужно находить, что ты молодец, потому что иначе такие люди, как я, в частности, да разные люди, начинают себя убивать вот этим самокопанием, вот этим вот всем типа бу-бу-бу, я такой плохой, я такой сложный, у меня все т-т-т, и мы начинаем себя разъедать. В общем, я поняла, что это классный опыт, мне крайне интересно, как вообще зайдет то, что наснимали, что вообще намонтировали, потому что, конечно же, огромное количество материала свернуть в какие-то маленькие программки весьма сложно, но крайне интересно. Но я еще раз поняла, что ни своих людей никогда нельзя пускать в свою жизнь, нельзя не то, чтобы метать бисер, бесполезно доказывать кому-то что-то, когда человек в чем-то сильно убежден и не хочет менять своих убеждений, потому что это неудобно. Менять убеждения всегда больно, потому что может обнаружиться, что твоя жизнь не такая классная, как она тебе казалась, или как ты ее в коробочку свою засунул. Мир огромный, это не маленькая коробочка, и нужно, конечно, расширять вот этот свой кругозор, нужно уметь как-то более честно на все смотреть, и нужно уметь принимать, что есть разные люди, и каждый из них имеет право быть тем, кто есть. Как вы помните, мой любимый автор Зеланд, который в трендсерфинге вывел самый главный закон, который звучит «Позволь себе быть собой, а другому быть другим». Я тоже учусь это делать, мне тоже очень хочется, чтобы все были совершенные и идеальные, и с этим сложно жить, но я буду пытаться и стараться. Я надеюсь, что вам это видео каким-то образом зашло. Оно не про бизнес, оно не про коронавирус, оно не про что-то конкретное, но хочется верить, что кому-то сегодня оно было в тему. Ну и давайте погадаем, в каком же реалити я приняла участие. Всем хорошего дня!